Продолжаю ежедневные короткие выпуски моего видеодневничка, рубрика «Камчатка. День за днём». В этой рубрике я на материалах периодической печати минувших лет рассказываю, что происходило на полуострове в разные годы века минувшего в этот день. Сегодня 29-й день января. Газета «За высокие уловы» в 1959 году опубликовала заметку матроса буксирно-вспомогательного флота «Девятерикова» наказать пьяницу. Газета «За высокие уловы» потом называлась «Рыбаком Камчатки». Сейчас вроде бы она выходит тоже, но я не видел ни одного номера в последние годы. Итак, наказать пьяницу. По распоряжению диспетчера три катера – Громобой, Зюидвест и Грозовой – пошли к пирсу, чтобы развернуть траулер-буревестник. Он стоял носом к стенке. В таком положении во время отлива судно могло бы оказаться на мели. Развернуть корабль, чтобы он стал к пирсу кормой – одним катером было трудно, он был зажат другими судами. Но вот к нему подошли три буксира. В это время на полу бетраулера появился пьяный капитан товарищ Пирогов и заявил «Мне нужен один катер, остальные могут уходить, ибо наряды им не выпишут». И приказал не отдавать конец берега. Сказочный дурк. Поднялся сильный ветер. Катера, Громобой и Грозовой, стали расталкивать стоящие рядом с буревестником суда. Зюидвест оттягивает за корму траулер в сторону бухты. Но как оттянешь его, если рядом мешает корма, уже севшего на мель судна, а впереди держит конец буревестника, закрепленный на пирсе? Уговорить пьяницу отдать этот конец не удалось. Много прошло времени, пока спорили. И только когда пришел диспетчер, который потребовал немедленно переставить судно, ботсман с траулера подал буксир. Итак, три катера затратили три с лишним часа на перестановку одного судна. Для предприятия это стоит ни много ни мало тысячу с лишним рублей. Такой ущерб государству непростителен. За пьянство капитана Пирогова надо наказать, пишет матрос буксирно-вспомогательного флота Девятереков. Это была рубрика «Камчатка. День за днем». 29-й день января мы читали газету «За высокие уловы» 59-го года века минувшего.